Что с нами произойдет, если исчезнет гравитация? Гравитация является одной из основополагающих сил Вселенной. Благодаря ей все небесные тела находятся на своих привычных местах. Звезды, планеты и их спутники вращаются вокруг своей оси и относительно друг друга, поскольку обладают разной массой. Именно от массы тела зависит его способность притягивать к себе другие предметы. Сила притяжения сделала возможным наличие на Земле атмосферы, континентов, океанов и всего, что происходит на нашей планете. На самом деле отключить эту силу невозможно, но давайте попробуем представить, что произойдет с нами, если гравитация вдруг перестанет действовать. Если вам интересны различные научные теории и исследования, а также история зарождения и развития жизни на нашей планете, то предлагаем подписаться на наш канал и первыми узнавать о выходе новых видеороликов. После оформления подписки вам будет доступна возможность комментировать наше видео. Также призываем зрителей канала Эпоха динозавров активнее выражать свое мнение о работе его создателей при помощи лайков. Все мы неоднократно видели космонавтов, которые работают на Международной космической станции. Из-за удаленности от поверхности планеты сила притяжения действует на них намного слабее, чем на людей на Земле. Поэтому космонавты перемещаются по станции, паря в воздухе. Но человеческий организм адаптирован к совсем другим условиям жизни. Длительное отсутствие привычной силы притяжения сказывается на здоровье людей. После пребывания в условиях невесомости космонавты проходят длительную реабилитацию, чтобы их тела снова привыкли к земным условиям. За время работы на МКС люди теряют костную массу и мышечный тонус. Также у них наблюдается расстройство вестибулярного аппарата и потеря чувства равновесия. По невыясненной пока причине в крови космонавтов после пребывания в невесомости снижается количество эритроцитов. Это приводит к ухудшению иммунитета. Хуже начинают заживать раны. Часто возникают проблемы со сном. Все эти изменения являются последствиями достаточно непродолжительного снижения привычной силы земного тяготения. Как же могут поменяться люди, если будут существовать без гравитации постоянно? Эволюция человечества могла бы пойти совсем другим путем. В первое время без силы притяжения ее действие могло компенсироваться изменением работы мышц, скелета, сердца и других органов. Впоследствии наши организмы перестроятся под новые условия жизни. Правда, если мгновенно отключить действие гравитации на Земле, то ни о каких эволюционных изменениях не будет идти даже речи. При резком исчезновении силы притяжения планету ждут самые разнообразные катаклизмы. Кроме силы притяжения, на все предметы и организмы на планете действуют ускорения, порожденные ее постоянным вращением вокруг оси. Две эти силы уравновешивают друг друга, делая вращение незаметным для людей. Но на самом деле наша планета крутится с огромной скоростью. На экваторе эта скорость составляет 1674 км в час. Для сравнения, скорость современных пассажирских самолетов, как правило, не достигает даже тысячи км в час. Но без гравитации это вращение мгновенно прекратится. Теперь представьте, что к глобусу прикрепили различные предметы и сильно его раскрутили. При резкой остановке такого глобуса многие плохо закрепленные предметы просто вылетят с его поверхности, продолжая движение. То есть в момент отключения гравитации все незакрепленные на грунте конструкции, организмы и прочие предметы просто полетят вверх с большой скоростью. Это касается не только людей и автомобилей на улицах городов, но и океанов, а также атмосферы нашей планеты. Сейчас она находится вблизи земной поверхности только благодаря наличию силы притяжения, то есть с вероятностью 100% при отключении гравитации всех нас ждет неминуемая гибель. Кроме того, исчезновение атмосферы будет выглядеть как разрушительный ураган гигантской мощи, причем этот ураган пройдет одновременно по всей поверхности планеты. Кроме того, уничтожению всего живого на планете будут способствовать другие факторы. В первую очередь перестанут работать все GPS-навигаторы, поскольку они работают через спутники, но с отключением гравитации все они сойдут с орбиты и улетят в глубины космоса. Казалось бы, ничего страшного, люди обходились без электронных приборов долгие века и спокойно перемещались в пространстве. Но сбой системы спутниковой навигации приведет к проблемам с авиасообщением. Все находящиеся в воздухе самолеты одновременно потеряют ориентацию. Избежать множества авиакатастроф будет достаточно сложно. Еще одной проблемой, связанной со спутниками, станет прекращение воздействия земной гравитации на Луну. Сейчас естественный спутник нашей планеты постепенно удаляется от Земли, но вполне возможно, что без гравитационных сил Луна через несколько миллионов лет просто рухнет на Землю. Последствия такого столкновения могут быть самыми катастрофическими, но маловероятно, что хоть один живой организм сможет дожить до тех времен на планете, лишенной атмосферы и гравитации. Вода в морях и океанах также продолжит свое движение после остановки планеты. Это значит, что планету ждет возникновение гигантских цунами, которые смоют и затопят многие прибрежные города. Предполагаемая скорость перемещения такой волны по суше будет равна примерно 30 километрам в минуту. А это почти 2000 километров в час. Все тектонические плиты на планете находятся в упорядоченном состоянии благодаря силе земного притяжения. От этого зависит местоположение и форма континентов и сейсмическая активность в разных уголках планеты. При исчезновении гравитации этот порядок внезапно сменится настоящим хаосом. По всей Земле начнутся разрушительные землетрясения и извержения вулканов. Все эти ураганы и землетрясения будут сопровождаться неминуемыми пожарами, которые довершат разгром. Потушить горящие леса и города сможет разве что описанное выше исполинское цунами. Надеяться на дожди при отсутствии атмосферы и гравитации будет достаточно сложно. Сейчас Земля делает полный оборот вокруг своей оси примерно за 24 часа. Благодаря этому происходит смена дня и ночи. Если планета перестанет вращаться, но сохранит свою орбиту относительно Солнца, то день и ночь будут длиться по полгода. За время такой продолжительной ночи на темной стороне планеты исчезнет вся растительность. Противоположная сторона планеты все это время будет изнывать под палящим Солнцем. Переход на сутки продолжительностью в один год случится не сразу. На какое-то продолжительное время в воздух поднимутся тучи пыли и вулканического пепла. Они закроют Солнце и повергнут всю планету в сумрак. Скорее всего, из-за отсутствия атмосферы ядерная зима продлится меньше, чем в конце эпохи динозавров, но общее похолодание климата и другие неприятные последствия все равно с успехом дополнят остальные разрушения. От силы притяжения зависит и форма Земли. Ее нынешняя шарообразная форма, или форма геоида, как раз является следствием вращения под действием гравитации. Без нее земной шар станет более приплюснутым. Все описанные вероятные события рассматривались только в контексте отключения силы притяжения на одной планете, но если законы Вселенной одинаковы для всех предметов, имеющих массу, то гравитация перестанет действовать везде. Это приведет к аналогичным последствиям на всех планетах и их спутниках, но самые катастрофические последствия исчезновения гравитации – это одновременный взрыв всех звезд. Взрыв центрального светила нашей системы приведет к разрушению многих объектов, в том числе пострадает и Земля, так что исчезновение гравитации не сулит ничего хорошего для всей Вселенной. Хорошо, что такое развитие событий невозможно даже в теории. Гравитация является важнейшей составляющей самого мироздания, и невозможно представить ситуацию, когда она полностью исчезнет. Измениться может сила притяжения или скорость вращения разных объектов, но законы физики неизменны для всех объектов, имеющих массу, и пока не подлежат никакому пересмотру. Если вы хотите узнать больше о научных исследованиях в разных областях жизни нашей планеты, то рекомендуем посмотреть остальные ролики на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова